Так, уважаемые коллеги, я приветствую вас на нашем вебинаре. Прежде чем мы перейдем, я оглашу тему нашего сегодняшнего вебинара, давайте выясним, хорошо ли вы меня видите и хорошо ли у вас все со звуком. Пожалуйста, дайте нам знать. Пока идет проверка связи, плохо видно, нет цвета. Я попробую сейчас еще. Слышно отлично, великолепно. А со светом? Ну, к сожалению, у нас тоже уже дневной день заканчивается, поэтому если вы меня хоть как-то различаете, я думаю, что у нас все будет замечательно. Итак, пока мы настраиваем видео и звук, у нас приблизительно полтора часа для нашей сегодняшней встречи, где-то приблизительно к середине нашего вебинара вы получите ссылки для скачивания презентации и сертификата об участии в сегодняшнем нашем вебинаре. И большая просьба, вот в чате вы можете делиться своими впечатлениями по вебинару, а вопросы, если у вас таковые возникнут в ходе нашей сегодняшней встречи, вы можете задавать, по-моему, так лучше видно, да? Вы можете задавать во вкладке «Вопросы», так как будет просто легче отсортировать, чтобы мне их потом передали. Итак, давайте перейдем. Сегодня на нашем вебинаре мы будем говорить о новых ОМК авторского коллектива под руководством Владимира Петровича Кузовлева и поговорим об особенностях цикличного построения данных ОМК. Коснемся вопросу вообще, откуда возникло такое понятие цикл и в чем преимущество такого построения ОМК, такого подхода, например, по сравнению с модульным построением. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара, для тех, кто к нам сегодня присоединился впервые, а для тех, кто уже знает, что у нас вышли эти новые ОМК, хочу напомнить о тех компонентах, которые входят в информационно-образовательную среду этих ОМК. Это книга для учащихся, книги для учащихся, теперь отдельная книга для 10 класса и 11, они вот здесь представлены за моей спиной. Это рабочие тетради, это книги для чтения и уже сданы в печать сборник контрольных заданий, которые одновременно являются пособием для подготовки к итоговой аттестации в форматах единого государственного экзамена. Также разработаны, естественно, это было даже раньше сделано, чем вышли эти ОМК, авторская рабочая программа и книга для учителя. Часть из этих компонентов есть в электронном виде, это, прежде всего, электронная форма учебника, это книги для учителя, это календарно-тематическое поурочное планирование и это аудиоприложение как к учебнику, так и к сборнику контрольных заданий. Также есть методическая помощь, к которой вы можете обратиться. К сожалению, здесь вот адрес у нас поменялся в течение последних двух недель. Я в конце на последнем слайде вам покажу новый адрес. И также вот интернет-конференции, веб-семинары, дополнительные материалы. Все это вы можете найти на нашем авторском, на сайте нашего авторского коллектива. Несмотря на то, что данные ОМК, они долго шла над ними работа, но мы не могли их выпускать раньше, прежде чем мы получили федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы и примерную программу. Но вот в прошлом году эти ОМК прошли успешно, получили положительные рецензии федеральной экспертной комиссии, заключение научной экспертизы, педагогической и общественной. И несмотря на то, что федеральный перечень, к сожалению, мы еще так и не получили, под который они должны были быть прогрифованы, но на основании письма, который представлен сейчас на ваших экранах, это письмо главного редактора, данные ОМК, хотя они пока еще существуют в статусе учебного пособия, я имею в виду сейчас книгу для учащихся, вы можете использовать эти учебно-методические комплекты на своих уроках и заказывать их за бюджетные средства. Вот это письмо, оно не случайно сюда вставлено, если те, кто из вас, кто заинтересованы, и мы знаем, что уже есть образовательные учреждения, которые работают по данным ОМК, вы можете их заказывать к новому учебному году за бюджетные средства. Что вы уже можете приобрести? Ну, прежде всего, это книги для учащихся. Вот здесь, если вас эта информация заинтересует, на этом слайде я представляю ссылки, по которым вы можете пройти, активировав их, можете уже заказывать сами книги для учащихся. Что касается рабочих тетрадей, по последним сведениям, значит, они планируются к выходу в феврале-марте месяце 2018 года, но уже сейчас издательство готово пойти навстречу и распечатать их меньшим тиражом, если у вас будет такое желание и такая необходимость, с электронных носителей, и вы эти рабочие тетради можете получить раньше. Вы можете заказать, делать предзаказ, вот опять же по ссылке, которую я вам показываю. И здесь же есть ссылки, куда вы можете обратиться, если вы делаете заказы на бюджетной основе, ну и для розничных заказов. Мы стараемся, так скажем, какие-то материалы уже с опережением представить на нашем сайте, и все, что вот сейчас на этой сайте через ссылки вам показано, это то, что вы можете получить на сайте издательства просвещений и на сайте нашего авторского коллектива в бесплатном доступе. Это, прежде всего, рабочие программы для 10-11 класса, для старшей школы, вот ссылка здесь дана, это аудиокурсы для учебников, это книги для учителя к 10-му классу и книга для учителя к 11-му классу, и календарно-тематическое поурочное планирование. Данные учебно-методические комплекты, в данных учебно-методических комплектах, как, собственно, и во всей линии этой линии, этой линейки нашего авторского коллектива, иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели. То есть развитие учащегося, как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Вот все эти УМК, они построены или созданы на основе методической концепции коммуникативно-язычного образования, развития индивидуальности в диалоге культур. Процессы наязычного образования включают в себя, как вы видите, четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных, это очень важно, аспекта. Данные УМК, они обеспечивают познание, развитие, воспитание и учение. То есть вот эти четыре компонента, познавательные, развивающие, воспитательные и собственные учебные, они взаимосвязаны и взаимообусловлены в данных УМК. Все четыре эти аспекта наязычной культуры, как цели в данных УМК, равноправны по значимости и взаимосвязаны. И все компоненты взаимозавязаны, и овладение одним из этих компонентов, оно влияет на овладение всеми остальными. Это означает, что овладевая навыками и умениями наши учащиеся, не просто овладевают в навыковых и знаниевых парадигме, что овладевая этими навыками, языком в целом, они овладевают иноязычной культурой. То есть вот этот принцип овладения культурой через язык и наоборот языком через познание культуры, он заложен как раз вот в эти УМК и как во всю линейку нашей, вот всю эту линейку, которую завершают УМК для десятого и одиннадцатых классов. Данная концепция, она в общем становится особенно актуальной в свете требований Федерального государственного образовательного стандарта для старшей школы. И хотя эта концепция, она создавалась прежде, чем появился этот Федеральный государственный образовательный стандарт, но она не только не умаляет его, но еще и дополняет и подтверждает те положения, когда на наших уроках мы достигаем не только предметных целей, но и личностных и метапредметных. В рабочей программе ссылочка у вас опять же есть на эту рабочую программу, она есть уже на нашем сайте, вы с ней можете познакомиться. В рабочей программе дается не только общая характеристика этого курса, но и обозначены цели и задачи, которые мы заявляем на старшей школе. Но согласно принципу системности, процесс обучения культуры строится так называемым реверсивным путем, когда сначала намечается конечный продукт, а потом обозначаются цели для разных ступеней обучения, для разных годов обучения, для разных циклов уроков и уже под конец к каждому уроку. И в книге для учителя вы видите уже конкретно конкретизацию этих целей и этих планируемых результатов на каждый конкретный год обучения. Вот сегодня нас будет интересовать раздел, мы будем обращать внимание на то, как строится структура цикла уроков, как эти цели познания, воспитания, развития, обучения, а именно по-другому, если это федеральный государственный образовательный стандарт привлекать, как цели предметные, личностные и метапредметные реализуются конкретно в этом конкретном году обучения и на каждом цикле уроков и на каждом уроке, как звене какого-то конкретного цикла уроков. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь у вас представлена один из, как мы называем, шапка к одному из уроков, где эти цели каждого конкретного урока, каждого цикла урока расписаны не только с точки зрения достижения предметных результатов или как мы его называем в концепции учебного аспекта и наязычной культуры, но и планируемые результаты через личностные и метапредметные результаты. Ну и также представлен речевой материал, который подлежит овладению на каждом конкретном уроке, лексический, грамматический и так далее. Но наш с вами профессионализм, он заключается не в том, чтобы когда мы идем на какой-то конкретный урок, и мы готовимся и узнаем только цели данного конкретного урока, как, например, я вам сейчас показала, но мы должны видеть, как эти цели ретроспектируются хотя бы в пределах одного цикла уроков. Вот для этого календарно-тематическое поурочное планирование, оно нам и показывает, как эти цели, с одной стороны, распределяются поурочно в плане достижения планируемых результатов. И в то же время мы видим наглядную картину, как эти цели проходят через конкретный цикл уроков и как эти цели распределяются на определенный год обучения. Обратите внимание, календарно-тематическое поурочное планирование, мы уже говорили об этом, сделано в несколько в другой форме. Значит, здесь представлены цели, как я уже только что сказала, по планируемым результатам в области личностных, метапредметных и предметных результатов. И показаны через действия учащихся. Ну и помимо всего прочего, естественно, представлен речевой материал во всех четырех видах речевой деятельности. И показаны средства, то есть упражнения, через которые происходит овладение этим речевым материалом. А теперь мы подходим непосредственно к цели нашего сегодняшнего вебинара. Итак, мы сегодня будем с вами говорить о цикле уроков, о цикличном построении. Но нам сначала, наверное, нужно разобраться, откуда вообще взялось такое понятие, хотя мы уже неоднократно мы вообще оперируем этим понятием, когда говорим о всех наших ОМК. Откуда вообще берется это понятие и какие преимущества именно такое построение, цикличное построение ОМК имеет, когда мы говорим о достижении образовательных результатов в целом. Вы знаете, что речевое умение, как способность управлять своей речевой деятельностью, оно, в общем-то, у нас не появляется само собой. Даже в родной речи, когда ребенок, хотя это происходит не так явно, но речевое умение у него не возникает с самого рождения. Это происходит постепенно, это происходит через обильное слушание и говорение. Когда и почему говорят молодым мамам, разговаривайте со своим ребенком с самого первого дня, даже раньше. Нужно постоянно с ребенком говорить, потому что речевое умение даже на родном языке, оно не появляется случайно, то есть мгновенно. Более того, вы наверняка знаете, что, например, если мы не будем специально, даже я говорю сейчас о родном нашем языке, если мы не будем специально обучать ребенка читать на родном языке, таким умением, как чтению, а тем более еще письмо, то такие умения даже на родном языке не могут появиться сами собой. А тем более, когда мы говорим об условиях нереального общения, а на наших уроках мы только моделируем условия реального общения, то такое речевое, вот эту речевую деятельность, управлять этой речевой деятельностью и развивать речевое умение нужно целенаправленно и знать законы, по которым оно развивается. Итак, дело в том, что появление вот этого умения в каком-либо виде речевой деятельности возможно только после формирования и накопления навыков в этом виде речевой деятельности. Более того, нужен следующий этап, когда эти навыки, будь то лексические, грамматические, произносительные, они будут синтезироваться между собой. То есть нужен этап совершенствования этих навыков. И, наконец, этап развития умения, когда вообще развитие умения, оно представляет собой синтез сформированных навыков. То есть должны пройти определенные этапы, чтобы умение, речевое умение было сформировано. И делать это нужно систематически и целенаправленно. Вот наш с вами предмет, он, в общем-то, и отличается от других предметов, любых, гуманитарного профиля, технического профиля, любых, тем, что на наших уроках мы, прежде всего, развиваем умение общаться. А это нужно делать, как я вам сказала, целенаправленно и планомерно. И в рамках одного урока это сделать просто невозможно. Поэтому возникает задача для того, чтобы умение прошло от навыка, от сформированности навыка, через синтез этих навыков и, значит, дошло до уровня умения, должен быть определенное количество уроков, где соблюдаются вот эти все стадии, вот эти все этапы. В зависимости от ступени обучения, в зависимости даже от класса, в зависимости от сложности этого умения, эти стадии будут, эти стадии, эти этапы будут занимать разное количество уроков. Но все эти этапы, все эти три этапа должны быть соблюдены. Вот почему мы говорим сейчас о цикле уроков, не о уроке как самостоятельной единицы, а об уроке как единицы вот этого процесса. Естественно, что каждый этот урок, коль мы целенаправленно работаем над тем, чтобы эти навыки формировались, развивались, это умение требует определенных адекватных средств. И на каждом из этих этапов, на этапе формирования навыков, должны быть свои средства, адекватные этой цели. Но уроки совершенствования должны быть другие средства, которые будут адекватны именно тем задачам, которые предъявляются этому этапу. И, собственно, должны быть упражнения, как адекватные средства, как главные средства, которые мы используем на этапе развития умения. То есть, каждая цель, конкретная цель этого этапа, должна решаться с помощью специальных упражнений. Поэтому методическим циклом уроков мы будем называть вслед за нашим российским методом Васильевичем Лиховицким, будем называть именно периодично и систематично повторяемые операции, которые выполняются в четко обозначенной последовательности в рамках заранее установленных и ограниченных отрезков времени для достижения конкретной цели обучения. Что здесь главное? Что мы, имея конкретную цель обучения, которую мы обозначили для каждого конкретного отрезка, для каждого речевого умения, мы должны за вот этот установленный отрезок времени, который проходит через все эти три этапа, и в каждом этапе должны периодично и систематично повторяться определенные операции. Вот это то, чем мы оперируем, когда мы говорим о цикле уроков. И в этом принципиальное отличие от модульного построения, где речевые навыки формируются совершенно, я не знаю, по каким законам. Модульным это предположить невозможно. Как правило, модульное обучение, вот эти три этапа, мы не наблюдаемы. И вот здесь у вас представлена структура циклов уроков, которая реализуется на старшей ступени обучения. Я вам уже сказала, что каждая ступень обучения, условия обучения, цели обучения, каждый год обучения и в зависимости от тех речевых умений, которые мы должны развивать, сложность этих умений, сложность навыков, которые входят в эти умения, требует разных задач, разных задач реализации. Поэтому цикл уроков, он претерпевает, начиная со второго класса и уже переходя к старшей школе, он претерпевает некоторые изменения. Вот в данном случае вы можете обратить внимание, что первые и вторые этапы, то есть этапы формирования навыков и совершенствования навыков, понятно, что они уже в старшей школе, какие-то навыки сформированы, произошло развитие определенных умений, то есть мы их здесь формируем, эти навыки и развиваем умения не с нуля. И это дает возможность тому, что эти этапы, они в общем-то уже имеют более свернутую картину. Значит, структура цикла уроков в 10-11 классе такова, что на первых двух уроках происходит формирование лексических навыков, то есть предъявляются новые лексические единицы, новый лексический материал. С помощью специальных упражнений, которые направлены как раз на формирование лексических навыков, эти навыки доводятся до стадии совершенствования навыков, там, где они синтезируются уже с формированными навыками грамматическими. Вы знаете, что сформированность грамматических навыков, она в общем-то в основном и в целом произошла на этапе основной школы, то есть до 9 класса, вся базовая грамматика уже была введена и до уровня сформированности навыков предполагаем, что она была достигнута. И вот эти два этапа, этап формирования лексических навыков и их синтеза с уже сформированными грамматическими навыками на этапе совершенствования, вот происходит на первых двух уроках. Здесь они у вас представлены желтым цветом, я думаю, что у вас тоже такая же картинка. Следующий этап – это этап развития умения. На этом этапе есть несколько подэтапов. Есть специальные уроки и в 10 классе, и в 11 классе. Это уроки развития умений. Уроки развития умений, как вы видите, во всех четырех основных видах речевой деятельности. Поскольку это уже старшая ступень, это уже выпускные классы, с другой стороны, это все еще продиктовано тем, что наши учащиеся готовятся к итоговой аттестации, ну может кто-то будет даже сдавать единый государственный экзамен в формате ЕГЭ, то мы посчитали нужным, необходимым, возможным. Включить специальные уроки, на которых вот эти умения, умение читать, аудировать, писать и умение, собственно, общаться, этим умением уделяется особое время. Уроки проектные также входят в этап развития умения. И есть еще третий подэтап, которым завершается каждый цикл уроков. Это третий подэтап, который включает в себя уроки контроля и самоконтроля. На этом уроке у нас есть уроки обобщения, это уроки consolidation, есть уроки самоконтроля, на это направлены у нас уроки test yourself и включенные в них разделы self-assessment. И это уроки специальной подготовки, когда учащиеся выполняют определенные задания в формате единого государственного экзамена. Это уроки exam preparation и уроки, которые включены у нас в пособие в сборник контрольных заданий, так называемые assessment tasks, которые одновременно и являются еще и подготовительными и контролирующими уровень сформированности умений у наших учащихся в test-taking skills. Вот такая структура цикла уроков, вот такую она имеет, такой вид представленный, такую структуру в цикле уроков, которые представлены в УМК 10 класса и 11 класса. О проектной деятельности я скажу чуть попозже, потому что это особый вид деятельности, который присущ и, так скажем, проявляется также на этом этапе обучения, имеет ряд особенностей. И теперь я предлагаю вам на примере одного из циклов из этих УМК посмотреть, как же все эти задачи реализуются конкретно на каждом уроке, который представлен здесь у вас в структуре циклов уроков. И посмотреть на это с точки зрения механизма, как в цикле уроков на каждом уроке реализуются цели не только учебного аспекта, не только достижения происходит предметных результатов, но и образовательных результатов в целом, то есть развиваются, то есть каким образом реализуются цели воспитания, развития и, собственно, познания на уроки. Прежде я хочу сказать, что вот здесь вы видите, что каждый УМК для 10 класса включает в себя 8 циклов уроков в 10 классе. Вот они у вас здесь представлены, заставками и с названиями. Мы старались назвать... Да, я еще должна была сказать, что цикл уроков при всех тех задачах, о которых я говорила, задачи вот этих этапов, которые мы должны соблюдать для того, чтобы речевое умение было развито, еще одним, так скажем, образующим моментом это является речевой материал, который отбирается. То есть речевой материал, на котором строятся те тематические и проблемные решения речемыслительных задач, которые происходят внутри каждого цикла. Вы можете посмотреть на названия этих циклов. Мы постарались их сделать так, чтобы они были мотивирующими и, так скажем, были интересны учащимся этой данной возрастной группы. Какие-то из них, как вы видите, например, traveling the way to go или what is your generation like, они выполнены даже вопросов, которые как бы учащимся адресованы или, может быть, это форма каких-то посылов. То есть то, чтобы это было учащимся, интересно говорить о тех проблемах и тех моментах, которые вот в каждом цикле этих уроков представлены. И вот здесь вы видите содержание учебно-методического комплекта 11 класса. Все эти циклы уроков соединены с предметным содержанием примерной программы для старшей школы и есть также циклы, которые являются межпредметными, охватывают несколько моментов предметного содержания. Итак, давайте теперь посмотрим на примере одного из циклов уроков, как все это реализуется конкретно на каждом уроке. Вы видели, что каждый цикл у нас начинается заставкой. Заставка – это не просто набор каких-то картинок. Цель этой заставки прежде всего мотивировать наших учащихся на восприятие темы цикла уроков и, может быть, активировать их социальный опыт, их контекст деятельности. И есть ряд заданий, которые сразу же привлекают учащихся к материалу всего цикла уроков. Мы просим их просмотреть, цикл уроков, предположить, антиципировать, предвосхитить, может быть, какие темы или какие проблемы будут обсуждаться в том или ином цикле уроков. Просмотреть на уроки и сказать, какие другие, может быть, темы, которые касаются этого, возможно, они захотели бы обсудить в рамках этого цикла уроков. Выбрать, посмотреть на иллюстративный материал, насколько он отражает ту или иную тематику или проблематику этого цикла уроков. Познакомиться с заголовками проектов, которые им предстоит выполнять в ходе этого урока. Возможно, они даже захотят, сразу же здесь у них возникнет идея какого-то своего собственного проекта, который не указан. Может быть, задуматься о тех сайтах, интернет-сайтах, может быть, информационных источниках, которые могли бы помочь реализовать работу или, так скажем, обсуждение тем и проблем, которые будут предъявлены в ходе этого цикла уроков. В данном случае я выбрала цикл уроков, который называется «Is it easy to be young?». Этот цикл, он как нельзя лучше отражает потребности молодежи, их контекст деятельности, их, может быть, социальный опыт. Этот цикл, посвященный взаимоотношениям со своими сверстниками, с друзьями, с родителями, с их школьной деятельностью, их гражданские права и так далее. То есть вот эта заставка, с которой начинается каждый цикл, она носит как раз мотивирующий характер, чтобы привлечь учащихся внимание к тому, о тех проблемах, о которых будет идти речь в определенном цикле уроков. Первые уроки, вы помните, да, то, что было обозначено желтым цветом, это уроки формирования лексических навыков и одновременно уроки, когда материал доводится до уроков совершенствования, до этапа совершенствования лексико-грамматических навыков. Вы видите, что урок начинается с предъявления текста, в котором представлены новые лексические единицы, они здесь выделены жирным шрифтом. Но вначале, чтобы, вот так скажем, опять же, помочь учащимся воспринимать этот текст, есть ряд так называемых pre-reading questions или предваряющие задания, которые и направляют учащихся на восприятие этого текста. Но в данном случае здесь есть определенные вопросы, которые характеризуют те проблемы, о которых пойдет речь. Учащиеся познакомятся с правами, какие они бывают, какие права, так скажем, могут быть реализованы как раз применительно к молодежи, какие организации, которые помогают учащимся познакомиться с их гражданскими и общечеловеческими правами. То есть вот это задание является предваряющим, чтобы предвосхитить ту проблему, которая будет обсуждаться в ходе этого урока. Посмотрите, пожалуйста, данное задание предназначено не для того, чтобы учащиеся пока еще вдавались детально в содержание этих текстов, которые здесь будут предъявлены. И для выполнения этого задания нужно просто найти абзацы, в которых они смогут найти ответы на эти вопросы. Но им не нужно в данном случае глубоко проникать в содержание этих текстов. И значит те слова, новые лексические единицы, которые здесь предъявляются, они для выполнения этого предваряющего задания не нужны. В данном случае мы как бы еще преследуем другую цель. Вот это задание, видите, оно помечено такой галочкой. Может быть это не совсем удачный значок, но тем не менее задания, которые в 10-11 классе своей сопутствующей задачей являются подготовка к сдаче итоговой аттестации в форматах единого государственного экзамена. Вот они помечены вот такой галочкой. Потому что есть такое задание действительно в разделе чтения, когда учащимся нужно правильно выбрать стратегию этого чтения. Им не нужно здесь детальное понимание, им не нужно детальное понимание и глубокое проникновение. Им нужно просто понимать основную мысль каждого абзаца и соотнести его с конкретным вопросом, в котором они могут найти ответ на этот поставленный вопрос. То есть мы подсподно учим учащихся правильно выбирать стратегию чтения. А основная работа у нас начинается на упражнении второе со скобкой. Вот эти упражнения на первом уроке, которые специально нацеливают наших учащихся уже на работу с новым лексическим материалом, на предъявление нового лексического материала и выявление значения этих лексических материалов и посмотреть, как они функционируют в речи. Это задание у нас идут под рубрикой vocabulary. Вот теперь они еще раз обращаются к этому циклу. Их просят, выполняя это задание, отвечая на вопрос what makes human and civil rights so significant. Им нужно для подтверждения этих выбора, для подтверждения этих слов, нужно ответить на эти вопросы, которые были в упражнении первым со скобкой. И уже тогда они уже будут детально обращаться к содержанию этих текстов. Попотно будут узнавать значения этих лексических единиц, которые выделены специально, это новые лексические единицы, которые подлежат овладению на данном уроке. Причем значения этих лексических единиц они могут распознавать и по контексту, может быть по каким-то словообразовательным элементам, может быть по аналогии с родным языком и в конце концов с помощью перевода. Эти лексические единицы, которые подлежат овладению на каждом конкретном уроке, в каждом конкретном цикле, у нас представлено приложение здесь же в учебнике, в каждом конкретном, вот здесь в правом верхнем углу вы видите, это приложение называется New Words and Word Combinations. Они представляют собой словарные статьи, должна сразу предупредить, что словаря в этих УМК как такового нет, мы посчитали это неразумным, потому что он занимать должен тогда много места. К тому же учащиеся, если у них есть потребность, уже довольно давно пользуются англо-русскими словарями в полном их объеме, но тем не менее задача, чтобы учащиеся этот навык поддерживали, совершенствовали, то есть умение работать с словарем, оно есть. И туда вынесены по циклово и поурочно те лексические единицы, которые подлежат усвоению, которые подлежат овладению на каждом конкретном уроке. Поэтому если учащиеся не знают, не понимают значение по каким-то другим моментам, они обращаются к этой странице и вот в качестве словарной статьи они там видят их перевод. Отвечая на вопросы, они теперь обращаются уже к этим текстам и стратегия, понятно, что обращение, стратегия прочтения здесь уже меняется по сравнению с упражнением 1 со скобкой. Происходит уже целенаправленная работа по семантизации лексических единиц. И вот в ходе, так скажем, переработки, переработки получилось так, что мы дорабатывали их уже, когда появлялись какие-то новые требования. И вот в частности появилась устная часть в ходе единого государственного экзамена. И мы даже вставляли упражнения, которые, это может быть не специальные упражнения, но тем не менее акцентируют внимание учителей и учащихся на то, что, например, вот здесь на примере этих публицистических текстов, можно поработать на одно из заданий, на первое задание из раздела устной части единого государственного экзамена и использовать их в качестве не специального такого упражнения, прочитать фрагменты вслух, поработав на синтагматичность речной, интенсионного оформления. Причем обратите внимание, что предъявление этих лексических единиц, работа в этом упражнении идет не только на зрительной основе, то есть учащиеся не только читают, но у них еще есть и слуховое подкрепление, о чем говорит вот этот значок. И это помогает, это показывает учащимся образец этого чтения и более того, он компенсирует, может быть, какие-то недостающие, не очень развитые анализаторы. То есть это комплексное, опять же, упражнение, которое учащиеся, выполняя его, имеют зрительную основу и слуховую. И опять же, я еще раз говорю, то, что у них есть слуховой образец, читает диктор, этим можно воспользоваться для того, чтобы подготовиться еще и к чтению слух. Но, я повторяю, происходит это не специально, потому что в ходе этого урока наша главная цель, чтобы они ответили на те вопросы, поняли, о каких правах гражданских, общечеловеческих идет речь, какие организации и так далее. То есть идет, опять же, общение по поводу вот этих вот прав, о которых узнают наши учащиеся. Далее, здесь же я должна еще сказать, что, естественно, что в ходе того, как происходит это упражнение, происходит совершенствование произносительных навыков. И это вот та сопутствующая задача, которая решается на этом упражнении. Дальше, посмотрите, пожалуйста, упражнение не заканчивается на этом. Меняется речевая задача, учащимся еще раз нужно обратиться к этим текстам, уже с новыми речевыми задачами, уже с новой стратегией. И выполняя упражнения, которые направлены, опять же, на то, чтобы происходила первичная автоматизация вот этих новых лексических единиц в речи. Под рубрикой «Водбелдинг» у нас систематизируется знание учащихся о словообразовании. Причем за счет таких упражнений, этих упражнений у нас довольно-таки достаточно, происходит накопление словаря учащихся. То есть за счет того, что учащие уже знают правила этого словообразования, и за счет этого расширяется словарный запас учащихся. Далее идет, как я вам сказала, идут специальные упражнения. Это упражнения, направленные как раз на формирование лексического навыка. Но это упражнение уже не столько имитационного характера, а подстановочного. Упражнения на перефраз, когда мы учим учащихся выражать одну и ту же мысль уже новыми, используя новые лексические единицы, с которыми только что они познакомились. Комбинируем эти лексические единицы уже с известными им грамматическими структурами. Показываем, как одну и ту же мысль можно выразить по-разному с помощью уже известных им лексических единиц или тех лексических единиц, с которыми они познакомились в ходе первого упражнения, которые были предъявлены только в начале урока. Если эти учебные действия, которые помогают им выполнить то или иное упражнение, представляют некоторую сложность или они знакомятся с этим видом задания впервые, то учащимся предлагаются памятки. Вот как здесь в данном случае в приложении есть памятка, которая показывает учащимся, помогает правильно осуществить упражнение, выполнить упражнение на перефраз. То есть я сказала, когда новые лексические единицы выражают одну и ту же мысль, которая в тексте высказывается по-другому. На этих же уроках происходит совершенствование грамматических навыков. Я вам сказала, что грамматический материал, базовый грамматический материал был усвоен, однако мы в каждом уроке обращаем внимание учащихся на ту или иную грамматическую структуру и даются упражнения, которые помогают учащимся не просто распознавать те или иные грамматические структуры уже усвоенные, но и употреблять их в речи уже с лексическими единицами, которые подлежали усвоению в этом уроке. Посмотрите, пожалуйста, упражнение 4 в данном случае под рубрикой грамма как раз и представляет вот такое упражнение, когда в первой его части, первой со скобкой, уже опять же мы возвращаемся к тому тексту и обращаем уже внимание учащихся на определенную структуру. По-моему, здесь, да, модул verbs, мы просим их распознать в тексте, распознать функцию, которую эти модальные глаголы выполняют в тексте, а вторая часть направлена на то, чтобы учащиеся могли использовать модальные глаголы в зависимости от той функции, которую эти модальные глаголы имеют. Заканчивается каждый урок, каждый из первых уроков, заканчивается монологическим высказыванием, на котором они как бы резюмируют свое отношение к той проблеме, которая обсуждалась в ходе этого урока и учатся строить свое монологическое высказывание, целенаправленное, аналогичное, связанное по опоре, которая им здесь предложена. То, что называется у вас в данный момент, так называемая рефлексия, когда учащиеся еще раз обращаются к тексту всего урока, и это содержание, этот текст, они высказывают свое отношение, они используют тот речевой материал, который подлежал овладению или повторению на этом, лексико-грамматический материал на этом уроке. Второй урок в цикле уроков строится точно так же, стоит только разница, что в начале новые лексические единицы могут предъявляться не только на публицистических текстах, но и на разговорных. Вообще разговорный текст это такое условное название, это, в общем-то, письменно зафиксированное высказывание людей. У него есть ряд особенностей, понятно, да, отличий, но у него есть и определенные функции на этапе совершенствования. Прежде всего, вы видели, что в конце каждого урока мы подводим наших учащихся к тому, чтобы они высказались по проблеме этого урока с использованием того речевого материала, который подлежал овладению. И разговорный текст в данном случае, на котором предъявляются лексические единицы, в дальнейшем является стимулом к высказыванию самих учащихся. Он им показывает, дает образец, как это высказывание может строиться. И, естественно, является на этих уроках, поскольку монологические высказывания происходят не без опор, они являются еще и содержательной базой, то есть они могут использовать текст этого разговорного текста для построения своего собственного высказа. еще одной отличительной характеристикой данного ОМК является то, что все упражнения носят комплексный характер. То есть это означает, что отобранный речевой материал у нас усваивается и в чтении, и в аудировании, как вы видели, и в говорении, и в письме. Это не значит, что у нас присутствует отдельное, мы немножко почитали, немножко поговорили, немножко пописали. То есть главная задача, чтобы весь этот речевой материал пропустить как можно большее количество анализаторов. Что это нам дает? Тесная взаимосвязь вот таких видов речевой деятельности, всех четырех видов речевой деятельности при выполнении вот этих заданий способствует тому, что у нас овладение речевым материалом происходит более прочно, поскольку это обеспечивает всестороннее формирование речевого механизма учащихся. То есть каждое упражнение вы видели, оно, так скажем, не заканчивается одним номером, оно происходит через все речевые, через виды речевой деятельности, и эти все упражнения строятся на одном и том же речевом материале, но новизна и последующее обращение к одному и тому же речевому материалу происходит за счет новизны речемыслительных задач, которые учащиеся решают на каждом последующем упражнении. Дальше происходит, вы видите, происходит дальнейшая трансформация, как я и говорила, речевого материала, его комбинирование уже с усвоенным на предыдущих уроках и на предыдущих ступенях обучения. И опять же, смотрите, пожалуйста, каждый урок заканчивается опять же высказыванием по проблеме урока с использованием всего материала этого урока. Дальше, как я вам говорила, мы переходим к этапу развития умений и последующие четыре урока, это уроки в развитии умений всех четырех видов речевой деятельности, это умение читать, аудировать, писать и, собственно, общаться. Вот здесь представлен урок этого же цикла, это третий урок. В данном случае, посмотрите, пожалуйста, проблема, если вы видите, проблематика, которая заявлена в этом уроке, она немножечко уже имеет свой характер, в данном случае учащиеся будут говорить о кодексе поведения в их школе. Этот урок представлен на материале художественного текста. Вначале есть упражнения и есть задания, при первом, так скажем, опять же, с прикосновением с этим содержанием цикла есть ряд упражнений, которые могут быть снимают какие-то языковые трудности при восприятии этого текста, культурные может быть трудности, поскольку этот текст имеет американское, так скажем, происхождение, то вот это в рубрике «Mind» снимаются трудности понимания некоторых понятий. Умение читать – это сложное умение, оно многоплановое, и это умение, которое, опять же-таки, нужно целенаправленно развивать. И в данном случае, здесь оно направлено на распознание значений многозначных слов по контексту, учащиеся учатся прогнозировать содержание по каким-то определенным ключевым словам и выясняют какие-то языковые особенности. Проверка понимания происходит, опять же, в тех форматах, с которыми учащиеся встретятся в ходе итоговой аттестации. В данном случае проверка понимания происходит на формате «Multiple choice». А дальше идет комплекс упражнений, который направлен на то, чтобы учащиеся на развитие определенных умений. В данном случае учащиеся выбирают ответ, основываясь на информации, которая представлена в тексте. Они догадываются о значении незнакомых слов по контексту, соотносят их с русскими эквивалентами. Также учатся распознавать и употребляют речи грамматические структуры, которые были, значит, вот все дальше последующие упражнения направлены на развитие тех или иных умений. Изучают фразовые глаголы, учатся трансформировать предложения с использованием этих фразовых глаголов и так далее и тому подобное. И заканчивается урок чтения, как правило, упражнения, в котором учащимся предлагаются определить свое отношение к прочитанному и высказаться на основе этого прочитанного с использованием того материала, с которым они познакомились. На уроках развития умения аудировать также происходит развитие специальных учебных умений, универсальных учебных действий, которые направлены на развитие умений учащихся ориентироваться в звучащем тексте. Вот здесь, опять же, учащиеся слушают тексты разных стилей и жанров, но в данном случае, в этом цикле уроков на этом, они слушают высказывания людей. Умения, которые здесь развиваются, это умение распознавать лексические единицы по контексту, прогнозировать содержание текста, учатся не обращать внимания на слова, которые в данном случае не зависят, не влияют на понимание основного содержания, упражнения, которые помогают учащимся справиться с этим форматом, в котором им предстоит слушать, соотносить, опять-таки, когда одна и та же мысль может быть выражена по-разному, как она может быть выражена в письменном речи и то, что они сейчас будут воспринимать на слух, на что им нужно обращать внимание, когда они слушают эти высказывания и соотносят их с определенной основной мыслью. Как правило, на этих уроках также мы ведем работу, если позволяет, и текст является технологичным, мы обращаемся опять же к грамматическим структурам, повторяем на уровне не только рецепции, но и продукции, когда распознают они в тексте, эти уже усвоенные грамматические структуры, и при выполнении упражнений используют эти грамматические структуры в своей речи. Как правило, на этих уроках у нас учащийся слушает разные тексты, два текста, причем слушают с разными стратегиями, с разной глубиной восприятия в звучащий текст, и опять же проверка понимания происходит под тем форматом, с которым предстоит им справляться в ходе итоговой аттестации. Заканчиваются опять уроки аудирования, как правило, когда учащимся предлагается высказаться по проблеме услышанного. То есть каждый урок заканчивается упражнением в говорении. Развитие и умение писать также есть в каждом цикле уроков, и если вы посчитаете, то на два года обучения это приходится как минимум 16 уроков. Дело все в том, что в свое время письмо у нас считалось золушкой методики. Но дело в том, что в данном случае, может быть, несколько повлиял требование, которое предъявляется на итоговой аттестации в форматах единого государственного экзамена, что этому умению стало уделяться гораздо больше внимания в наших УМК, не только в наших, я имею в виду, в тех УМК, которые сейчас существуют. И как обнаружилось, что это умение действительно тоже сложное и комплексное. Так вот, на уроках умения развития писать, опять же, есть комплекс упражнений, которые помогают учащимся справляться не только с выбором языковых средств письма, но и правильно организовывать свое письмо, использовать средства логической связи в зависимости от стиля, жанра, от тех функций, от коммуникативных задач, которые требуются при написании того или иного жанра или стиля письма. Вот в данном случае, в этом цикле уроков, работа ведется над письменным высказыванием с элементами рассуждения. Это одно, опять же, из умений и один из видов письма, которые тестируются в ходе единого государственного экзамена. Посмотрите, пожалуйста, мы не просто просим учащихся писать, но проводим определенные упражнения, которые помогают учащимся направить свое внимание на определенные речевые функции письменной речи. В данном случае, вот они здесь представлены в этой схеме, учащиеся работают над образцовым письмом, которое, в свою очередь, помогает им высказаться в письменной речи. То есть мы берем какой-то фрагмент, какое-то определенное умение, какой-то определенный жанр и строим свою работу так, чтобы учащиеся работали в ходе этого комплекса упражнений, справлялись с той или иной коммуникативной задачей. Поскольку это умение очень сложное, но оно действительно тестируется, и учащиеся должны целенаправленно готовиться к решению коммуникативных задач в письменной речи, учащимся предлагается ряд памяток. В данном случае мы говорили с вами о высказывании с элементами рассуждения, и учащимся для того, чтобы успешно справиться в разных циклах, где это проходит, есть ряд памяток, которые помогают учащимся и подсказывают, как написать сочинение, в котором необходимо выразить свою сумму, как проверить и оценить это сочинение, и, например, как написать заключение к сочинению, или наоборот, как выстроить логические сочинения, чтобы в письменном высказывании присутствовала логика высказывания и так далее. Вот здесь, на сайте, я хотела бы вам просто продемонстрировать, что у нас ведется работа над разными жанрами и стилями письменной речи. На уроках письма это и письменные высказы с элементами рассуждения, как я уже показывала, это и высказы с аргументами за и против, это и высказывание по какой-то определенной проблеме, и сочинение описания, описание графиков, схем и так далее, это descriptive, так называемый report. И повторяем с учащимися и рассматриваем еще раз аспекты написания личного письма, но и не только написание официально делового письма, которое на данный момент, может быть, не тестируется, но возможно, что будет тестироваться в последующем. То есть на всех этих уроках учащиеся учатся писать тексты разных функциональных типов по определенной тематике и отрабатываются все эти умения, которые составляют комплексное умение писать, то есть письменное высказывание. Вот здесь представлены, собраны памятники, они, к сожалению, еще не все сюда вошли, то есть те, которые помогают развить специальные учебные умения учащихся в разных жанрах и стилях письменной речи. В каждом цикле уроков есть уроки, специально направленные на умение общаться. Если вы обратили внимание, что на каждом уроке, предыдущем цикле уроков, ну, во-первых, каждый урок заканчивался упражнением в говорении или, так скажем, в монологической речи, о чем это говорит, что при комплексности, при том, что речевой материал проходит через все четыре вида речевой деятельности на каждом уроке, все-таки доминирующим видом речевой деятельности на старшей ступени обучения и в данных ОМК, и это логично, это оправдано, является говорение, причем как диалогическая, так и монологическая формы речи. Так вот, шестым уроком, как правило, это шестой урок каждого цикла урока в 10-11 классе является урок умения общаться. В данном случае, в этом цикле уроков, это урок в диалогической форме речи. Посмотрите, пожалуйста, на этих уроках учащиеся у нас учатся, данном на этом уроке, учатся вести комбинированный диалог с элементами диалога расспроса, диалога обмена мнением, диалога побуждения к действию, учатся, специально мы фокусируем их внимание на то, чтобы они учились выражать основные речевые функции, которые им требуются, и через то речевое содержание, которое требуется каждым конкретным для реализации этих коммуникативных задач. Но в данном случае это функция disagreeing and trying to change someone's opinion, для этого у них обобщаются эти речевые средства, через которые выражаются эти функции. Учащиеся работают с образцовым диалогом по этой проблеме, высказывают свое мнение. Через, опять же, комплекс упражнений, который направлен прежде всего на решение каких-то проблем, связанных с проблематикой этого урока, учащиеся учатся, сотрудничают со своими сверстниками, работают с речевыми партнерами в паре, в группе, и учатся быть достойными речевыми собеседниками. В данном цикле представлен урок в диалогической форме общения, но есть еще и уроки, которые монологической формы речи. Здесь вот примеры из других циклов уроков, просто чтобы вы видели, что учащиеся учатся высказываться по определенной проблеме с использованием основных коммуникативных типов речи. Это может быть и описание, и рассуждение, и какое-то повествование. Вот в данном случае представлены образцы таких монологических высказываний, которые им помогут в тех форматах, которые являются еще одновременной подготовкой к разделам устной части выпускного экзамена. То есть учащиеся развивают умение строить монологическое высказывание с элементами рассуждения, с опорой, может быть на фото в данном случае, план, и выполняют одновременно. То есть мы их приучаем к выполнению заданий именно в тех тестовых форматах, которые будут использоваться в ходе итоговой аттестации. Опять же, посмотрите, пожалуйста, вот здесь представлены памятки, которые помогают успешно справляться с такими заданиями. Об этих памятках и о том, как мы готовим к устной части экзамена, был один из предыдущих вебинаров, на котором Наталья Михайловна Лапа рассказывала, показывала, какие есть требования к единому государственному экзамену, какие проблемы возникают, возникли уже, или так скажем, давала краткую характеристику, и каким образом с помощью этих ОМК можно как раз подготовиться к успешной сдаче единого государственного экзамена в области устной части. Я не буду подробнее на этом останавливаться, вы можете обратиться к тому вебинару. И завершается, завершает вот этот основной цикл, вернее, так скажем, этап развития умения. Урок проектной деятельности. Но я сказала, что на старшей ступени эта проектная деятельность имеет особые функции и особую реализацию. Дело все в том, что проектная деятельность – это одна из главных задач, которая ставится перед выпускниками старшей школы, умение организовать свою проектную деятельность. Поэтому работа над проектом, на составе проекта, как вы уже видели, начинается с самого первого урока и даже с заставки к каждому циклу. Мы условно разделили весь этап подготовки к проектам. Это уроки также развития умения. Проектная деятельность мы относим к этапу развития умений. Делится на несколько этапов. Первый этап – это подготовительный этап, когда учащиеся знакомятся с темами проектов, которым предстоит, выбирают эту тему проекта, организуют группу проблемную по работе с этим проектом, планируют свою деятельность, определяют цели, ставят задачи, обсуждают планы и распределяют обязанности в группе. Как правило, это происходит с самого первого урока. Посмотрите, пожалуйста. И в домашнем задании они уже нацелены на то, чтобы с самого первого урока, вот здесь представлен фрагменты этого задания домашнего, когда им нужно выбрать проект, который они будут в течение всего работы, в прохождении всего этого цикла урока, они будут проходить и работать над этим проектом в течение работы во всем цикле уроков, то есть начиная с самого первого урока. Это так называемый подготовительный этап. Второй этап или основной, который для начала является управляемым со стороны учителя, это этап основной, когда учащиеся занимаются поиском информации, обсуждают какие-то промежуточные результаты с партнерами по группе, обмениваются этой информацией, координируют и распределяют какие-то обязанности. И вот этот основной этап, он занимает все уроки и так скажем, проходит через весь цикл уроков. Естественно, что наши учащиеся в старшей школе уже способны искать информацию в интернете, вот чтобы обезопасить их, когда они будут искать какую-то информацию для подготовки своих проектов с использованием интернет-технологий, есть специальные памятки, как сделать этот поиск информации безопасным для наших учащихся. И, наконец, третий этап, это как раз непосредственно урок проектной деятельности в каждом цикле уроков. Это седьмой урок. Заключительный этап, когда происходит завершение оформления конечного продукта. На этот урок, если у вас есть такая возможность, для этого предусмотрены в календарно-тематическом поурочном планировании так называемые люфтовые или свободные уроки. Но если нет такой возможности, может быть, по каким-то другим причинам, то, как правило, это последний урок, завершающий урок в цикле перед этапом контроля и самоконтроля, на котором учащиеся представляют свои проекты. Здесь вам представлены, так скажем, особенности этой проектной деятельности и те цели, задачи и умения, которые происходят во время того, как учащиеся наши работают над проектом. Я не буду сейчас это озвучивать, вы сами это прекрасно все знаете. Обращу только ваше внимание на то, что учащимся, когда происходит презентация этих проектов в группе, обсуждение этих проектов, также предлагаются специальные памятки, помогающие учащимся справиться и как раз с этим этапом работы. И, естественно, как находить информацию в интернете, я уже сказала, использовать ее. И более того, для наших учащихся, особенно в старшей школе, очень важно, чтобы их проект был оценен по достоинству. И есть памятка, направленная на то, как, если они считают, что это достойно того, чтобы об этом узнали не только их одноклассники, но и они хотели бы поделиться с другими участниками, а наши, как правило, старшеклассники очень активны в большинстве в своем социальных сетях. Так вот, где можно с результатами своей проектной деятельности в сети интернет можно познакомить их с верстников. Для этого тоже предусмотрены специальные памятники. Памятки, извините, оговорка. И заключительный подэтап, этап развития умения, как я уже сказала, это уроки контроля и самоконтроля. Не буду подробно останавливаться на этом. Об этих уроках подробно говорила Ольга Викторовна Дуванова, когда говорила о том, как с помощью наших ОМК можно успешно подготовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. Скажу только о том, что вот они здесь представлены. Представлены виды этих заданий. Они проходят через все четыре вида речевой деятельности, представлены из тех форматов, в которых они будут контролироваться и проверяться в ходе итоговой аттестации. Но главная задача этого этапа – это сделать эти уроки, уроки самоконтроля и контроля, уроками управления обучением, когда со стороны учителя происходит скрытый контроль, коррекция достижений учащихся, оценка его деятельности в ходе каждого конкретного цикла урока над овладением тем или иным речевым материалом. Ну и в конце концов ставится отметка за это. А вот со стороны учащегося происходит самоконтроль своих достижений, самооценка и коррекция своей собственной деятельности по овладению этим или иным речевым материалом. Вот в данном случае здесь представлен у вас раздел, который также представлен на уроках «Test yourself», но этот раздел находится в рабочей тетради, когда учащийся, этот раздел предназначен для самоанализа учащихся и самооценки его достижений в области не только каких-то лингвистических знаний, уровня сформированности, лексико-грамматических навыков. Ну и посмотрите, пожалуйста, в старшей школе учащиеся могут уже проанализировать себя с точки зрения, насколько они овладели умением учиться, собственным умением учиться и также как они владевают, поскольку это уже старшая школа, предстоит итоговая аттестация, то как они владеют умением выполнять тестовые задания. Итак, мы с вами сейчас говорили о цикле уроков с точки зрения достижения предметных в основном результатов и метапредметных, то есть умения, которые происходят в процессе того, как учащиеся овладевают тем или иным речевым материалом. Но ведь мы с вами сказали еще в начале, и это требование Федерального государственного образовательного стандарта, что на каждом уроке мы достигаем не только предметных целей, но и занимаемся развитием, познанием и воспитанием наших учащихся. Так вот, цикличный характер построения УМК дает нам еще и возможность реализовать, быть механизмом для достижения воспитания и развития наших учащихся. Вот для этого в каждом цикле уроков осуществляется еще и стратегия достижения овладения ценностными ориентирами. Через все эти уроки происходят стадии восприятия, осознания, сопоставления, анализа, включения и действования определенными фактами культуры. Помните, я вам говорила, что учащиеся овладевая языком одновременно овладевают еще и культурой, и наоборот, овладевая культурой изучаемого языка, они владевают языком. То есть каждое упражнение, каждый урок несет в себе определенные средства, которые помогают в цикле уроков реализовать эту стратегию. Какие это средства? Это прежде всего, что я вам сказала, что каждое упражнение строится на определенных фактах культуры. Присутствуют аутентичные тексты. Это не специальные учебные тексты, которые мы специально составляем. Это все тексты, на которых строится обучение и происходит овладение речевым материалом, это аутентичные тексты. Они, естественно, обработаны под нужды, чтобы сделать их технологичными для построения упражнений. Но, тем не менее, это все аутентичные. Если это высказывания учащихся, то это высказывания их, сверстников. Если это какие-то публицистические тексты или художественные, это все аутентичные, то есть за счет этого реализуется эта стратегия. Далее есть специальные рубрики, которые помогают учащимся не только обладевать культурой языка, которым они обладевают, но и достойно представлять культуру своей страны. Это так называемые упражнения под рубрикой «In your culture». И вот именно в этих упражнениях они построены на основе культуры, собственной культуры учащихся и помогают их и готовят их уже непосредственно к диалогу культур. Поэтому вот эти все цели, которые мы реализуем, чтобы реализовать эту стратегию, стратегию овладения ценностными ориентирами, она также реализуется, механизмом этой реализации является также цикл уроков. О том, как эти цели распределяются в каждом конкретном уроке каждого конкретного цикла, вы также можете увидеть в так называемых шапках каждому уроку, вот здесь они специально для вас выделены. Если быстро просмотреть, как происходит реализация этой стратегии, мы опять же могли бы посмотреть на этот цикл уроков, но уже с позиции как раз стратегии овладения ценностными ориентирами. Когда с первого же урока, с первого же упражнения в этом уроке происходит восприятие определенных фактов культуры и ценностей. Учащийся получает основу здесь представления о правах и свободах, знакомится с понятиями human rights, civil rights и так далее, знакомится с информацией о конвенции о правах ребенка, о всеобщей декларации прав человека, с какими-то определенными возрастными ограничениями. То есть каждое упражнение, оно строится на определенном факте культуры, который происходит одномоментно с восприятием речевого материала и культуры. Дальше на других упражнениях или на уроках происходит осознание места этих фактов культуры, с которыми они только что познакомятся, через ряд речевых и речемыслительных задач. В каждом упражнении это задание не только, которое направлено на использование того или иного речевого материала, но это прежде всего задача, которая нацеливает наших учащихся на решение каких-то коммуникативных и мыслительных задач. Дальше учащихся сопоставляют факты культуры, с которыми они знакомятся в ходе этих уроков с корреспондирующими элементами своей родной культуры. Тоже на это специально направленные упражнения, как я вам говорила, что это упражнение из рубрики «In your culture». Они анализируют эти факты культуры, их значимость, ценность для их зарубежных сверстников, вообще, так скажем, для общемирового, общемировую значимость этих тех или иных фактов культуры. Происходит включение факта культуры в систему своих ценностей через вот этот анализ и восприятие. И когда учащиеся подходят к проектному уроку, выполняя этот проект, они тем самым реализуют свои идеи, которые направлены на действование в соответствии с той новой присвоенной ценностью, которая реализовывалась через вот это вот культурологическое содержание этой цели. Итак, чтобы закончить разговор о цикле уроков как механизме достижения образовательных результатов в цели, можно сделать следующие выводы, что цикл уроков – это такая единица, в котором урок, каждый урок, и вообще, когда мы имеем дело с предметом иноязычной культуры, не является каждый конкретный урок, не может являться самостоятельной единицей, и те задачи, которые выполняются, образовательные цели, которые достигаются, они могут быть выполнены только в рамках определенного цикла уроков. А урок в данном случае только звено, но не самостоятельная единица. Почему? Потому что только цикл уроков может обеспечивать, с одной стороны, вам сказали, что целостность содержания, которая соотносится с предметным содержанием, комплексность во владении всеми видами речевой деятельности. Цикл уроков обеспечивает также интегрированность не только в учении, но и интегрированность между учением, познанием, развитием и воспитанием. Цикл уроков отвечает и обеспечивает за целенаправленность и системность достижения этих образовательных результатов. И, наконец, цикл уроков обеспечивает овладение язычной культурой как средством формирования личности учащегося, с чего я сегодня, в общем-то, начала, когда говорила вам о концепции, на основе которой построена вся линия УМК и которая реализуется через каждый конкретный УМК каждого конкретного года обучения. Вот это, пожалуй, все, что я хотела донести. Если у вас возникли какие-то вопросы в ходе нашего вебинара, я готова на них ответить. Прежде чем сейчас я перейду к вопросам, обращаю ваше внимание, что у нашего авторского коллектива изменился электронный адрес. Он изменился буквально в последние две недели. Поэтому, если вы захотите какие-то вопросы задать непосредственно членам авторского коллектива, обращайтесь, пожалуйста. Вот электронная почта у нас изменилась. Вот на этом слайде представлена наша новая электронная почта. А теперь я перейду к вопросам. Итак, Фаузия Хасанова, извините, если буду ошибаться, спрашивает, есть ли у нас электронный учебник. В самом начале, когда я говорила об электронной образовательной среде, я сказала, что да, есть электронная форма учебника. Вы можете под тем ссылкам на сайте издательства просвещения, когда при заказе учебников, вы можете также заказать себе электронную форму учебника. Она, кстати, дает некоторое расширение в плане упражнений, особенно касающихся формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков. Да, эта электронная форма учебника, она представлялась, кстати, даже на экспертизу. Она существует и она доступна для вашего приобретения. Ольга Терехина спрашивает, подскажите, есть ли какая-либо информация по ВПР, по английскому языку в 11 классе? Возможно, формат задания, демо-версии и так далее. Заранее спасибо. Вы знаете, этот вопрос, он, в общем-то, наверное, вы его можете разрешить через раздел ФИПИ. И, насколько я знаю, что вот неделю назад Ольга Викторовна Дуванова, когда рассказывала вам о подготовке к проверочным этим работам, она говорила, что она называла, по-моему, даже дату, когда предстоит вот эта проверочная работа в 11 классе. И, если я не ошибаюсь, по-моему, если мне сейчас подскажут, 20-е, а вот не знаю, по-моему, марта она называла. В любом случае, пожалуйста, обратитесь к вебинару, который был ровно неделю назад. Ольга Викторовна говорила об этом подробно, о том, как готовиться к этим ВПР. Про демо-версию сейчас я вам пока сказать не могу, но, во всяком случае, вся эта информация, по-моему, демо-версии, к сожалению, не было. Но, может быть, ситуация изменилась. Для этого вам нужно зайти на сайт ФИПИ и обратиться там как раз вот к разделу всероссийским проверочным работам. Так, Ирина Шамрай спрашивает, как закупить учебник 11 класса на группу 20 человек. Опять же, когда, если вы скачали эту презентацию, то в начале один из слайдов был посвящен тому, что я показала ссылки, которые вы можете активировать и пройти на сайт просвещения в раздел «Где купить» и «Каталог». И там будет для вас информация, как вы можете сделать бюджетные закупки. Эта же информация есть в письме главного редактора «Котляр». Вы найдете и вот на этом сайте. То есть вы пройдете по ссылочке, там есть информация, кто собирает эти заявки, как организовать эту вот закупку этих учебников на свой класс. Сколько стоит один учебник? К сожалению, вот эту информацию я вам сказать не могу. Точно. Почему? Потому что от авторского коллектива в данном случае мало что зависит. Но вы можете посмотреть вот под тем ссылком, где когда вы будете заказывать, возможно, что там оптовые закупки через издательство, непосредственно через издательство будут дешевле, чем эта розничная торговля. Причем на каждых сайтах, наверное, они чем-то разнятся. К сожалению, вот точную цифру я даже не буду называть, поскольку не владею данной информацией. Пройдите по ссылке и вы все там узнаете. Если не узнаете, то, пожалуйста, присылайте эти заявки. Там указано кому. Спасибо. И в разделе «Где купить?» и «Каталог» на сайте издательства просвещения вы все это найдете. Елена Унчерова добавляет мне здесь вопрос. Есть ли пример выполнения проекта и как происходит их защита? Спасибо. Ну, я не знаю, предполагается ли, что тут должно быть какое-то видео, как происходит. Вот как происходит защита, есть специальная памятка. Я вам ее показывала. Вы можете, опять же, по ссылке посмотреть книги для учителя. Есть эти памятки, как организовать работу по защите проекта. Поскольку данные ОМК только вступили, так скажем, в этом году, это первый год функционирования этих ОМК, они только вышли, к сожалению, пока я еще не могу вам показать примеры этих проектов. Но есть примеры проектов, в том числе 10-11 классов и других классов, есть на нашем сайте. Вы найдете, опять же, пройдя по ссылке на нашу, вот здесь вот в интернет-поддержке, вот здесь вот представлено у вас на последнем слайде, вы пройдете и найдете там проекты, которые присылали учащиеся не только по 10-11 классу, но и по другим из разных регионов, найдете материалы этих проектов. Вот, наверное, пока и все. Это все вопросы, которые здесь у меня есть. Я благодарю вас за внимание. Спасибо за участие. Я приглашаю вас на следующей неделе на вебинар, который запланирован у нас, у авторского коллектива, так скажем, будем говорить так, крайний вебинар в этом учебном году. Будет он посвящен начальной школе, в частности, познавательной мотивации младших школьников. Он будет ровно через неделю, в среду, в будущую среду, в 16 часов, извините, пожалуйста, в 16 часов. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч.